Прощают, принимают, но есть моменты, которые тоже надо знать, и это очень сложные моменты. Вот это то, что сейчас вы говорите, вот то, что я говорил до этого, научиться вести себя правильно, смелую позицию занимать. Женщине смело кивать головой мужу, мужчине смело радоваться ей. А если близкий человек ведет себя неправильно, ты правильно себя с ним ведешь, а он с тобой неправильно, то тогда как? Тогда надо ждать. Надо вести себя правильно и не давать себя унижать. Потому что когда человек себя ведет неправильно, там есть два типа заступа. Первый тип заступа – это отношение с бескорыстной переходит в корыстную семейную жизнь. Начинается торговля, кто за что должен платить и все прочее. Это первый тип заступа и, ну как бы, не нужно поддаваться на такие отношения. Они никакого счастья не принесут. И второй тип заступа – это оскорбление. И вот какой бы заступ ни происходил, не надо унижаться никогда в отношениях. Мы все делаем для Бога. Вот мы служим близкому человеку, это служение не человеку на самом деле, это служение Богу. Бог дает человеку. И мы, удовлетворяя Бога, служим близкому человеку. Понятно? И если он не понимает что-то, не ведет себя нормально, ну тогда дистанция, немножко подальше надо держаться и просто продолжать служить Богу, человеку, через человека Богу служить, но на расстоянии. На расстоянии означает не ждать благодарности. Что такое дистанция? Ничего не ждать от человека. Просто выполняешь себя обязанности и не ждешь ничего. Это дистанция называется. Очень важно понять, что когда наступает тяжелый период в отношениях, то человек испытывается на чувство собственного достоинства. Это самое сильное испытание. Ни при каких обстоятельствах человек не должен гордиться собой в отношениях, унижаться. Это самое опасное. Унижение приводит к потере красоты. Вот допустим, мужчина униженно встал в отношениях с женщиной, она его не перестанет любить сразу же. Женщина встала униженной в отношениях, сразу же теряет любовь в себе. Женщина униженная становится некрасивой. Почему человек унижается? Это идет из-за достояния. Допустим, у женщины очень богатый муж. И он ей говорит, вот все богатые мужчины имеют любовниц, почему я не могу? Она говорит, ну у нас же с тобой семья, зачем нужны эти нам люди, которые разрушают наши отношения? И он говорит, ну тогда давай разводиться. Ну то есть он ей ставит условия. Или развод, или любовница. Как она должна себя повести? Любовница или любовница. Это американский подход. Ничего хорошего из этого не получается, поверьте мне. Итак, смотрите, надо выбрать дистанцию от близкого человека и перестать с ним строить близкие отношения и понять, что в это время вы испытываетесь на свое достоинство. Не надо терять себя. Потому что когда рушится, предательство происходит, то во варианты или тебе унизться и принять такие отношения, или сохранить себя даже с ценой развала семьи. Но очень важно вот понять эти вещи. Надо отстаивать свое достоинство в отношениях себя. Это я вам как настоящий маммелькацин говорю. Потому что каждая страна, она имеет свой стандарт испытаний. Вот на что испытывает Америка, знаете, человек? Она испытывает нам достоинство. Америка не любит слабых людей. То есть людей, которые унижены, гордые. Обиженные какие-то. То есть она не любит. Она любит только достойных людей. Человек должен быть самодостаточным, жизнерадостным, стойким. И тогда он успешный в этой стране. Если он чуть-чуть там нет, то никому не нужен сразу. Так или нет? И поэтому здесь люди все показывают свое достоинство. Каждая страна на что-то свое испытывает. Вот, допустим, Грузия испытывает на стойкость, храбрость, уважение. Для них очень важно уважать друг друга. Нет, если ты кого-то не уважаешь, значит все. Это просто пустое место для всех в этой стране. Надо очень уважительно ко всем относиться. Россия испытывает на храбрость человеку. Он должен быть смелым. Стойко переносить все это решение. Ну, то есть, каждая страна, она что-то, какие-то испытания несет. И вот в этой стране здесь испытание на достоинство. Надо четко знать, как оно работает. Что здесь нельзя особенно быть униженным. Здесь надо всегда чувствовать себя сильным, достойным в позиции. и всегда показывать свою достоинство. Так ли не? Посмотрите на людей вокруг. Как они себя ведут? Они такие все... Так? Или нет? Нет? Вы не согласны со мной? А, видите, не согласны? А, согласна. Вы этого не замечаете. Вы привыкли. Ладно, мои хорошие. Я еще кое-что хотел бы вам добавить. Важного. Есть три типа сознания у людей. Есть сознание в благости, когда люди разливаются. И в благости несложно создать нормальные отношения с ними. Есть сознание и страсти, когда люди стремятся сильно к материальным благам. В сознании и страсти не бывает близких отношений с ними. Бывают только деловые семейные отношения. У нас общий бюджет, мы там туда-сё, пятое-десятое, тебе столько, мне столько. Запомните, когда человек очень сильно заточен на деньги, он не может строить отношения любви глубоко. Это более-менее поверхностная вещь. И не надо от человека слишком сильно этого требовать. Только когда он переходит в благость, тогда уже бескорыстные, чистые, светлые отношения подновляются. Вот. Есть невежественное сознание. Невежественное сознание означает, что человек подвержен очень сильным страстям. Обычно это секс, или вредные привычки, или криминал, или грубость. В зоне невежества нет любви. Она пропадает. Итак, есть зона благости. Это когда люди живут на основе чувства долга. То есть чувство долга перед Богом, прежде всего. И друг перед другом честные, прозрачные, чистые отношения, без обмана. Это зона благости. Зона страсти подвержена сильному желанию материального процветания. И в этой зоне страсти очень сложно создать чистые, бескорыстные, глубокие отношения. Но если вы в зоне страсти с мужем находитеся, это тоже нормально. Это означает, что вы разъебаетесь. И надо просто вкладываться в зону благости, потому что в зоне страсти нет совести, а без совести не бывает глубоких отношений и долгих также. Вот у каждой семьи существует определенный запас времени, после которого ваша семья развалится. Да, не улыбайтесь. Все семьи должны развалиться. Все семьи должны развалиться или перейти из зоны страсти в зону благости. Что это значит? Это значит, что у вас в отношении просыпается совесть. Вот, допустим, одна женщина ко мне подходит и говорит, Олег Геннадь, что не так? У нас дети, мы их воспитывали, у нас хорошая квартира, у нас деньги, деньги там, все есть как бы в жизни. Почему он меня бросил? И ответ очень простой. Все девушки стареют. Ну, жены все, женщины, жены стареют. А девушки вокруг молодеют. Вот мужчина стареет, если он сильный, ответственный, он для всего, ну, для любой девушки красивый. Ну, пусть там на 10, на 20 лет старше, зато классный человек. Понимаете? Для женщины не нужно просто хорошего человека рядом. Ну, чтобы он мог ее понять, принять, терпеть там и так далее. И в этом является колоссальная несправедливость, понимаете, для женщины. Потому что она живет с мужчиной, и с каждым годом она становится все более уязвимой в отношениях. А для женщины отношения это самое главное. И о ней без семьи жить очень сложно. Это трудно в одиноком состоянии жить для женщины. И сразу возникает вопрос. А что тогда хочет Бог от этого всего? Почему так он все устроил? Ответ простой. Женщина ближе к Богу находится. У нее есть совесть. У нее контакт с Богом очень сильный. И она должна, вот за этот промежуток времени, когда есть влюбленность еще чуть-чуть, сохраняется, нужно его, мужа, привести к Богу. Если он не включилась в совесть у него в психике, если он не включился в молитву, в отношения с Богом, то сохранить семью практически невозможно. Потому что только совесть может его удержать в отношениях. Когда он взрослевец становится... И это где-то 40 лет возраст такой мужчине. Седина в голову весовый голод называется. Это обычная классика. Жанра. 40-45. Надоела мне жена, пойдут девочки. Яблочко дано парелочке. Вот. И поэтому, мои дорогие дамы, у вас есть определенное время. Дома ставьте алтарь, пищу освящать, учитесь, молиться. И тогда у мужа меняется сознание. Происходит потихоньку, потому что все мужчины сильно заточены на работу. Это чисто так русская психика работает. Поэтому мужчине очень трудно и зарядку там делать, и работать над собой, потому что его психика тугая. Мужчина не переключается. Ему очень трудно. У меня одна родственница, у нее как бы все хуже, хуже, хуже отношения. И она говорит, может быть, от него не уйти? Я говорю, а может быть, тебе его в бассейн все-таки начать вытаскивать? Потому что у него копится статическое напряжение, и периодически в нее включается псих. После этого психа ему же рядом не хочется вместе жить. Я говорю, может, тебе все-таки его вытаскивают в бассейн, чтобы гасить статическое напряжение, чтобы не было психа, и она поставила ему условие или бассейн, или расходится. И он думал, блин, что это оно так со мной себя ведет? Ну и решил посеять с ними. Все. Решение ситуации очень качественно. Разойдет. То есть он уже меньше будет напрягаться. То есть она научила его снимать напряжение после работы. Это уже хорошая победа для женщин. Следующая победа, это когда он начнет интересоваться Богом. Это будет еще одна. И дальше уже семья точно будет цепленной. Ну, мы точно все в дроп вяжем, а все остальное почти точно. Это уже точно здесь такая не стопроцентная. Еще хочу одну вещь сказать, что обязательно в жизни будут испытания. А, еще. Как развиваются отношения? Первая стадия отношений это принятие. То есть надо принять все при бабахе близкого человека. Что значит принять? Это значит фактически прибыльную. Ну, то есть, что у тебя уже это не волнует. Это принятие, это сложный процесс служения, терпения, аскез, молитвы. Ну, требует какое-то времени. Когда ты все уже принял, все при бабахе близкого человека, вдохнул, выдохнул, следующая стадия называется уважение. Дальше уже учись к нему относиться как надо и меняя его отношения к себе. И следующая стадия это уже верность. Когда люди чувствуют гармонию в отношениях. Они видят хорошее. Вот сначала ты видишь просто влюбленного человека. Когда влюбленность спадает, чуть-чуть пельна, ты видишь только недостатки, потому что это шок. Ты ожидал одного, получаешь другое. Ты видишь в основном недостатки, это кризисная ситуация в отношении. Ты видишь только недостатки, в основном тебе от этого плохо. И вот дальше принятие идет. Принятие произошло, это как влюбленность трансформируется в любовь. Принятие произошло, дальше начинай служить. Главное служение это уважение. Женщине надо вот, видишь ее, удивляйся. мужчину видишь, восхищайся. Старайся шутить, старайся легкий стиль вырабатывать и поменьше. Откуда возникают слишком серьезные отношения от сильных ожиданий. Там, что-то не получилось, как ты мог там. Старайся прощать, просить прощения в этих случаях, не парься. Главное, Егор, как самое лучшее в бане себя вести, как лучше себя? Смиренно. Да, правильно, лучше не париться, лучше всего не париться, вести себя спокойно, как бы, нормально, расслабленно, в бане лучше все не париться. Точно так же в семейной жизни. не париться надо, понятно? Ну, то есть, как бы, обиделись, простили, вот, лучше себя не парить. Следующая стадия, когда уважение, ну, когда ты служишь близкому человеку, начинаешь видеть в нем хорошее. Больше хорошего, а не плохого. Как одна женщина, мне говорит, Олег Геннадьевич, у меня муж там, то, село, пятое, десятое. Давайте, говорю, начнем сначала. Ваш муж очень трудолюбивый человек. Она говорит, да. И улыбается такая. Я говорю, он верный. Я говорю, она говорит, да. Я говорю, он ответственный. Она говорит, да. Но. Я говорю, стоп. Он относится к вам снисходительным. Она говорит, да. Я, это в Москве было, там 800 человек в зал. Я говорю, теперь, женщины, поднимите руку. А, у нее нет вредных привычек. Она говорит, да. Я теперь говорю, женщины, поднимите руку, кому этого достаточно, чтобы терпеть человека всю жизнь. И такой, она смотрит, короче, такой лес рук, такой полный зал. И она говорит, все, вопросов нет. Он такая села, я даже вопрос не задала. Называется, видеть хорошее. Мы же привыкаем к человеку. Всегда же есть, как бы, в чем поковыряться. Вот. У человека. Поэтому, самое главное надо видеть. Главное есть, осьмого есть, остальное, мясо нарастет. Да? И еще одну вещь хочу сказать. И вот постепенно, вот так формируются отношения, и когда у вас чистая светлая память о человеке сформировалась, тогда пошла уже любовь, не влюбленность. Значит, отношения, вот вы глазки закрываете и смотрите. Как вы вспоминаете чистый человек? Чистая светлая память, значит, между вами и любовь. Если вспоминать с обидой, значит, у вас еще нет любви, формируются отношения. Если вообще вспомнить не можете, значит, между вами нет отношений. Вы просто в эгоистической позиции друг к другу находите, между вами нет обмена. Поэтому через память все можно понять, как ты вспоминаешь близко человека. И последнее, видите, так как у нас всего один день, поэтому я все быстро вам говорю, получается, у вас немножко делится уже крыша. вот, и поэтому еще одну вещь скажу, это три типа тяжелой судьбы. Это вкратце, а вообще все остальное подробно в моих лекциях по семейным отношениям. Три типа тяжелой судьбы. Первый тип тяжелой, и они все имеют разные причины и экзамены. Вот для чего, важно понять, когда тяжелая судьба пришла, поймите, для чего. Это самое главное, если поймете, все наладится. первый тип тяжелой судьбы, как он характеризуется, вы можете общаться, но очень тяжело вместе быть. Это для того, чтобы прощать, принимать, терпеть, заботиться и ждать. И тогда все получится. Второй тип тяжелой судьбы, тяжелее судьба, называется жесткая судьба. Первый тип просто тяжелая судьба, вторая тяжелее еще, называется жесткая судьба. Почему я так назвал жесткая? Потому что, когда люди начинают выходить из равновесия, они обязательно будут выходить из равновесия, они не могут договориться, и у них все заканчивается скандалом всегда. Единственный способ жить, это жить на дистанции, и чему жесткая судьба учит человека, она человека учит самодостаточность. Запомнили? Чтобы ты один был счастлив. То есть, жесткая судьба заставляет людей, вместе они вроде живут, но на самом деле каждый сам по себе. Если она начинает приближаться друг к другу, выяснять отношения, все разрушается, это как пружина, когда ты ее сжимаешь, потом это так действует жесткая судьба. Какое правильное поведение, не трогать близкого человека, заботиться, по-доброму к нему относиться и ждать. Каждая судьба всегда заканчивается и потом будет лучше. И учиться самодостаточным. Когда ты самодостаточный, ты не трогаешь его, он не трогает тебя, и вы живете вот так какое-то время. Третий вид тяжелой судьбы называется жестокая судьба. И чем проявляется жесткая судьба? Жесткая судьба проявляется скандалами постоянно, невозможно договориться. Тяжелая судьба проявляется тем, что договориться можно, но как-то сложно. а жестокая судьба проявляется предательством, запомните, рушатся устои семейной жизни, измены, вранье, жестокость, цинизм, избиение. И во время жестокой судьбы она не проверяет вас на то, ну, как бы сохранится судьба семья или не сохранится жестокой судьбе все равно. Жестокая судьба всегда предназначена для того, чтобы человек вышел на другой уровень восприятия мира и веры. Поэтому тяжелая судьба учит смирение и терпение и любви, жесткая судьба учит самодостаточности, способности не зависеть от близкого человека, а жестокая судьба учит оставаться верным Богу, она учит вере и учит способности не сломаться. Вот если пришла жестокая судьба, близкий человек изменять начал, там избиение, пьянство, предательство, цинизм, тогда в этом случае нужно сильно молиться, жить как бы самодостаточной жизнью, молитва, вера и все время следить за собой. Если ты пошел в унижение или в гнев или в депрессию, то тогда ты проиграл судьбе и будет еще хуже потом. И она не закончится, она как будет продолжаться тебя бить будет, пока ты не выстоишь. Когда человек становится сильным, не принимает удар жестокой судьбой, чувствует, что он справляется, то дальше все налаживается. Или близкий человек раскаивается, возвращается, что не часто бывает, или он уходит, приходит другой. Если ты справляешься с жестокой судьбой, то тогда Бог тебе все равно даст семью. Или это восстановится, или будет следующим. Но всегда жестокая судьба, она является самым сильным испытанием судьбы. Сейчас наша земля испытывается жестокой судьбой, начиная с 19-го года, действует жестокая судьба, жизни людей улетают, ломаются, как карточный домик, мир на волоске висит, страны между собой, поляризуется, мир на две части, то есть идет процесс разрушения мира. Так действует жестокая судьба. И в это время достоинство надо сохранить силу внутренней людей. И еще одну вещь хочу вам сказать, очень важную. Когда действует жестокая судьба, то вот когда действует жестокая судьба, она разделяет между внутренним состоянием и наружным. Она человека испытывает на его долг, обязанности и на его глубинное восприятие мира. Очень важно понять, что когда действует жестокая судьба, то надо здесь, в этой ситуации понять, как внутренне себя вести, как внутренне. Жестокая судьба выводит из нормального состояния человека. Вот нормальное состояние это просто спокойствие. Вот люди живут, допустим, когда мирная жизнь, мирное время, как люди себя ведут. Спокойно жить, они просто живут. Жестокая судьба пришла, она из спокойного делает человека каким? Слово нервное здесь сейчас объясню глубже. Она делает человека принципиальным. Он поляризуется, он занимает одну из сторон баррикад. Понимаете? из состояния спокойствия он выходит в состояние правды. Ему надо отставить правду. Он за эту правду или за ту правду. А потом из состояния правды он выходит в состояние ненависти. Так судьба, жестокая судьба разрушает человека. Если она в зону правды его ввела, то у человека рушится нормальный устой жизни. Он свою жизнь подвергает риску. как допустим у меня был такой слушатель лекции. началась война и даже не буду говорить с какой стороны он находился в этой войне. Это не важно. Но он пошел в зону патриотизма. Такого жесткого патриотизма. И он сам на войну не попал. Но у него был взрослый сын 18 лет. Он перехватил у отца это настроение и добровольцем пошел на фронт и погиб. Теперь возникает вопрос кто виноват? Кто не справился? Сын не справился? У него нет мозгов. Он юдуш. Кто не справился? Отец. Что же правильно? Вот смотрите есть обязанности человека а есть сердце. Вот когда приходит жестокая судьба то она человеку говорит о такую вещь. Если ты хочешь спастись в это время и сохранить себя тогда нужно находиться в сознании Бога. Что такое сознание Бога? Это доброта. Бог это отец. Вот если допустим два сына на ножах дерутся у отца он что будет выяснять кто прав кто не прав что он будет делать? Что будет делать? Разнимать их будет попытаться сохранить им жизнь. Так? Это сознание Бога. То есть доброта это сознание Бога. И когда человек находится в молитве когда приходит жестокая судьба и сердце свое держит в доброте он правды не ищет потому что жестокая судьба разрушает устои мира. Он правды не ищет а он ищет доброты к людям и помогает им в это время то тогда он не будет тронут жестокой судьбой жестокая судьба трогает только те людей которые находятся в зоне правды и в зоне ненависти в зоне доброты человек недосягаемый запомните дальше заканчиваю помнили это очень важно понять и вот эти заповеди Христа что возле ближнего на зло отдай добро это не означает что ты всем уступаешь тебя бьют ты крепчаешь это не относится к действиям потому что есть люди по природе воины они когда приходят жестокая судьба они сражаются выполняют свой долг есть люди по природе врачи они там всем помогают есть люди по природе правители они там стараются сохранить свою страну но факт остается фактом что если человек находится в зоне правды во время жестокой судьбы он как матерек летит на беду он ищет правду когда жестокой судьбы приходят там правды нет там есть насилие просто а когда он входит в зону ненависти и ненавидит то тогда он уже в беде все тогда уже себя не спасет причем надо знать что когда ты в зоне доброты находишься ты при этом по-доброму относишься также и тем, кто в зоне ненависти. А почему люди в ненависти ходят, когда жестокая судьба? Ну потому что у них убивают родственников, разрушают их жилье. Понимаете, то есть идет влияние жесткой непреодолимой силы, которая рушит жизни людей. И ты, если в состоянии доброты находишься, то ты всем помогаешь просто и все. И это является самой сильной позицией в этой жизни. Но при этом есть внешняя позиция еще. А внешняя позиция зависит от твоего долга. Кто-то просто молится, кто-то там макларит кому-то. И причем есть разные страны. И вот здесь тоже очень важно понять, что у каждой страны есть своя иммунитет, своя защита. И когда жестокая судьба приходит, то люди разделяются на страны. Каждый защищает свою страну. Ну там в древней культуре, знаете, в ведах описано, что когда воины сражались, за каждой, за свою страну, они после сражения по вечерам встречались и просто общались по-другому. Да? И они уважали друг друга. Это описано в ведах, это священно. Почему? Потому что они понимали, что когда жестокая судьба приходит, правды нет смысла искать. Она просто все рушит и все. Поэтому, ну они просто общались, они по-доброму относились, но каждый при этом потом на разные стороны расходились и сражались друг с другом. Это нам невозможно понять, как же это в нашей голове не укладывается. Но одну вещь хочу сказать точно, что есть люди, у которых сознание выше всего этого процесса. Эти люди находятся на уровне сознания Земли или сознания Бога. Это одно и то же. И когда человек находится на уровне сознания Земли или сознания Бога, для него все люди, братья, он хочет счастья всем, кто существует на этой Земле, он хочет мира такой человек. И эта позиция добрая, и она вне политики. Вот мне просто Бог дал такую удивительную судьбу, что сейчас у меня слушатели моих лекций находятся и там, и там, и там. И я понимаю ту точку зрения, и ту точку зрения. И понимали тех людей, и этих. И мне просто, я их всех люблю. Я просто хочу, чтобы вы все были живы, чтобы все были счастливы. Это вот то же самое со знанием Бога. Он просто хочет мира. Он хочет, чтобы все были живы, здоровы. Но при этом другие точки зрения тоже не являются неправильными, плохими. В Ведах есть такая молитва. Там говорится, что Бог не питает никому ни пристрастия к людям, ни вражды. А раздоры между людьми возникают на почве политических отношений. Ну, то есть политические отношения – это защита каждому своего пространства. Ну, представьте себе, допустим, вы попали в такую ситуацию, что вы испытываете голод, есть пища. И если вы ее съедите, то вы останетесь живы, а остальные помрут. А если они съедят, то вы помрете. Что будет происходить? Кто-то вообще как бы будет просто спокойно умирать, да? Ну, это нафиг, мне это надо. Но большинство людей будут драться за пищу. Поверьте мне. И кто из них прав, скажите мне? Там нет права сильного. Просто бывает, приходит время на земле, и начинается дележка ресурсов там, территорий. Это неизбежная вещь. И люди, которые хотят сохранить себя, должны стараться стоять выше всего. Скультивировать все сознания Бога. Но при этом понимать, что каждый будет защищать свою какую-то правду. Где-то правды может быть больше, а где-то меньше. Это всегда так бывает. Но при этом сознание Бога является самой высокой правдой. Поэтому учитель моего учителя, Шилл Павдил, когда он говорил, что если люди не обретают сознание Бога или доброту в своем сердце, то мир на этой земле, устойчивый и сильный мир, просто невозможен. Потому что люди будут из состояния доброты выходить в состояние правды, потом в состояние ненависти, и будут все дуреть от того, что происходит вокруг. С ума с вами просто. Поэтому то же самое, если, блядь, переносить ситуацию с земли на семью, то же самое, приходит жестокая судьба в три категории людей. Одни просто в состоянии доброты находятся, и они сохраняют семью. Вторые в состоянии правды всегда разрушается семья с жутким конфликтом. А третьи в ненависти могут поубивать друг друга, изнасиловать, отнять собственность. Поэтому, когда человек в сознании Бога находится, ему всегда легче жить в этом мире. Он сохраняет свою семью, сохраняет своих близких, родственников. Мозги себе сохраняет. У меня сейчас даже верующие люди, в моей традиции духовной, начали делиться на два лагеря. Одни с той стороны, а другие с этой стороны. Как вы думаете, это признак веры? Когда люди так сойдут, верующие признак веры. Сейчас на эту тему одну песенку включу. И на этом закончим. Сознание Бога. Поняли, о чем я говорю сейчас? Разделите, когда пришла жестокая судьба, ваш долг и ваше сердце. И тогда у вас все получится. Если ваше сердце в доброте сохраняется, то свой долг вы сможете хорошо выполнить. Есть долг перед страной, перед семьей, перед кем угодно. А есть просто любовь. И наши сказочные глушины, кого обидеться, даже кажутся, враги для и те свои. Сейчас земля стала очень маленькой. Вот я сегодня вебинар читал, у меня 8 часов утра, там у других 11 часов утра в Флориде. У третьих 10 часов ночи в Новосибирске, у четвертых 6 часов вечера в Москве. Вот у меня такой был вебинар. Земелька стала наша очень крупненькая, маленькая. Раньше как бы на лошадях катались там по 3 месяца. Из одного качалу в другую. А там что по Америке побывать, так это там он этот поддубный поехал, так вот видимо, он было целое событие. На корабле там плыл несколько месяцев. Вот. А сейчас мы джиг-джиг и там. То есть все сократилось. Она маленькая планета во всех отношениях, потому что те же самые ядерные взрывы тоже. Мы как бы не можем что-то взорвать там, чтобы сюда не прилетел. Поэтому вот маленькая планета стала. Она меньше размера. Вот за мои 40 лет, там 58 лет жизни. Вот поэтому, моя хорошая доброта. Любовь, доброта это основа, сила. Основная сила сохранить, сохраняющая нашу землю. Чем больше будет вражды, тем быстрее она взлетит в небо. Это я вам точно могу сказать. Я молился Богу и увидел, как люди должны настраиваться все на этой земле. Просто доброта. Стараться сердце держать подальше от себя. Подальше. Хорошо? Вам интересна лекция была? Очень, очень интересна. Очень много ответов. Да? Ну это все вкратце. У меня целые семинары есть по лишней жизни. Просто у нас обзорный был такой курс. Алина Анатольевич, а вопрос вот о жестокой судьбе. Это всегда из состояния правды, человек переходит в состояние ненависти? Или он может все-таки перейти, скачать из метод? Если человек сильно, ну жестокая судьба, она предназначена только для одной цели. Это переход на другой уровень веры. То есть она предназначена для веры. Не для отношений, не для всего. Поэтому человек испытывается на его достоинство. Он должен молиться, сохранить себя. Если он сохраняет себя, то он спасает ситуацию. Ну приведу пример, допустим. Одна женщина пришла на лекцию. Это я говорю о людях выдающихся, сильных. Одна женщина пришла на лекцию, говорит, меня муж бросил. Ушел к другой женщине. Мне плохо, тяжело. Что мне делать? Я говорю, вам надо так сильно молиться Богу, концентрироваться, чтобы вы победили, поняли, что причина жестокой судьбы это вы, муж тут ни при чем. Вам надо просто так сильно молиться, чтобы вам стало хорошо внутри. Вам должно стать хорошо. Вы не должны зависеть от событий, от поступка. Надо силу себе укралить, силу, возможность сохранить себя. Она все поняла. Начала молиться. Прошло полгода. И она вот это поймала, это состояние, когда она не зависит от мужа и хорошо. Муж звонит ей. Говорит, как у тебя дела? Она говорит, хорошо. А он говорит, да, почему у тебя хорошо? Она говорит, да, ну, почему тебе хорошо? Потому и мне хорошо. Он говорит, мне хорошо, потому что у меня есть любимая. Она говорит, у меня то же самое. Она имела в виду Бога. А он подумал на что-то другое. И он к ней приехал. Сразу же приехал к ней. Смотрит, и она такая вся счастливая, такая жизнерадостная. И он, короче, там как-то пообщался с ней. Несколько раз приезжал домой. И потом, в конце концов, он бросил любовницу, остался живым. Такая корова нужна самому. Не выбьешь сзади, не ставит рука. Ну, то есть она вот так вот победила жестокую судьбу. Взяла просто и мужа, просто потому что ей стало хорошо. Ну, то есть жестокая судьба, она побеждается, если ты, как бы, тебе хорошо на коне того, что тебя там все предали, унизили, значит, все, ты свое дело сделал, все возвращается назад. Человек, вся жизнь восстанавливается полностью. Никакой не будет проблемы.